Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джампу Макс, и в этом видео я вам расскажу, какие игры по голоду мы получим в феврале 2020 года. И перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал для помощи в его развитии. Спасибо! Короче, чё там по голоду? В этом месяце все подписчики данной подписки получат следующие игры. TT Isle of Man, Zof K'tulhu, Fable Heroes и Star Wars Battlefront. И давайте поговорим о каждой. TT Isle of Man — это гонки на мотоциклах, которые проводятся на острове Мэн в Ирландском море. И несложно догадаться, что сама игра является неким симулятором данного мероприятия. Игра вышла в 2018 году на все актуальные платформы и имеет русские субтитры. В игре вас ждут кучу байков, красивые локации, правдоподобные трассы, ну а также дух настоящих гонок. Хочу сразу сказать, что игра довольно сложная, и тем, кто не имеет опыта в таких играх, а именно в гонках на мотоциклах, то сразу готовьтесь не входить в повороты, падать и проигрывать. Поскольку разработчики пытались сделать игру очень реалистичной. Да, в каких-то моментах они все-таки этого не сделали, но для обычного игрока это все равно будет новый опыт и будет все-таки схоже с реальностью. Графика в этой игре довольно приятная, но далека от идеала. То есть картинка в целом выглядит неплохо, но если приглядываться, оглядываться и сматриться в детали, то, короче, не делайте этого. Насколько я знаю, гонки на мотоциклах любят не все, и из-за этого сама игра не особо пользуется популярностью. Ну и собственно из-за этого там почти нулевой онлайн. Конечно, после появления игры в подписке, возможно ситуация улучшится, но думаю, что это лишь на время. Напомню, что это симулятор, не аркада. И чтобы понять механику мотоцикла, вам нужно будет постараться, поскольку входить в повороты, а также тормозить на мотоциклах не так просто, как на машинах. Короче, если вы затестите, то вы меня поймете. На метакритике игра оценена средняя, и в целом для раздачи по голду игра сойдет. Если вдруг нечего будет делать, то в принципе можно пару кружочков катануть, но чтоб играть в нее постоянно, мне лично неохота. Если вы вдруг являетесь фанатом данного чемпионата, то напишите об этом в комментариях. Очень интересно посмотреть сколько вас, а то я ни разу в жизни не встречал тем, кому это безумно нравится. Вторая игра, которая будет доступна по подписке, называется Зов Ктулху. Она является неким детективом, хоррором и ролевой игрой с элементами РПГ. Вам предстоит играть за детектива, который когда-то был копом и является ветераном Первой мировой войны. Игру прежде всего хвалят за сюжет и переданную атмосферу. Если что, в 2006 году тоже была игра с подобным названием, но это не переиздание. А уже отдельная видеоигра, которая передает лишь нотки произведений Лавкрафта. Лично я данное творчество обошел стороной, но если вдруг кто-то с этим знаком лично, то можете написать об этом в комментариях. Так как игра является хоррором, она конечно же мрачная и будет вас держать в напряжении. Если что, игра не даст Лайтову провести вечер, так как она все-таки на серьезных щах и требует от вас некой смекалки и серьезному подходу ко всему. И так как ваш персонаж весьма уязвимый, вы будете должны бегать и прятаться. Пострелять вам дадут тоже, но это не прям эффективно. Что касаемо головоломок, то они тут должны быть довольно-таки интересны и насколько я знаю почти не повторяются. Это однозначный плюс и игра не должна наскучить. На метакритике ее тоже оценили средне и единственный минус этой игры, пожалуй, это ее графика. Игра выглядит, к сожалению, очень старо и явно не дотягивает до игры 2018 года. В остальном, тем кто любит напряженные игры, детективы, игра должна отлично вписаться в вашу коллекцию бесплатных игр. Третья игра по подписке является простой, ни к чему не принуждающей аркадой и называется Fable Heroes. И если что, ничего общего с трилогией она не имеет. И это просто отдельная игруля, которая вышла под названием довольно клевой серии. В игру можно играть вчетвером, весело месить всех подряд, собирая монетки, ну и конечно же мочить огромных боссов. Игра вообще не серьезная, фановая и лично мне она нравится, поскольку такие игры расслабляют от серьезных игр и дают возможность весело провести время с компанией, когда нечего делать. Плюс такая игра очень подойдет для семейного времяпровождения и особенно для игры с детьми. Кстати, игра является эксклюзивом Xbox 360 и вышла она в 2012 году. И на метакритике она набрала еле-еле 50 с чем-то баллов. И повторяюсь, игра крайне не серьезная и что-либо от нее ожидать не стоит. И последней игрой, которая станет доступна по подписке в феврале, называется Star Wars Battlefront. Думаю, несложно догадаться, что игра сделана по вселенной Звездных войн. Игра для 2004 года, кстати, если вдруг не заметили, то это обратно совместимая игра с Xbox Original. Сделана реально клево. На момент ее выхода она была у меня на ПК и просидел я в ней довольно-таки много времени. Ну, поскольку мне было клево в нее играть. Игра представляет собой шутер, в котором вам предстоит захватывать точки и уничтожать другую сторону. В игре есть сюжет, возможность поиграть за несколько воюющих сторон, но поиграть дадут вам лишь за стрелков. Увы. Но помимо пострелушек от первого и от третьего лица, есть что можно переключаться. И, кстати, это довольно-таки клевая фишка для игр того года. В игре есть и техника, которую тоже можно использовать. Я не фанат Звездных войн, но игруха клевая, хорошо ценена на метакритике и однозначно залетает в мою бесплатную коллекцию игр по голду. Кстати, если понаблюдать за тенденцией игр, которые раздаются по голду, то можно заметить, что майки щедры на Стар Ворс и на Ассасин Крид. И у меня почему-то возникает такое ощущение, что голд когда-то выстрелит и нам дадут либо нового джедая, либо какую-нибудь новенькую часть Ассасин Крида. Опять же, это лишь мои догадки, как будет на самом деле, никто не знает. Игры, которые раздают по голду в этом месяце, не скажу, что фигня. Каждый найдет во что поиграть. И мне в последнее время нравится в голде то, что они дают игры разных жанров, то есть если мне не нравится какой-то один жанр, то у меня есть как минимум еще три жанра, в которые можно поиграть. На самом деле, просто забудьте уже про топовые игры в подписке Xbox Live Gold, поскольку у майков сейчас две подписки и самые топовые игры будут появляться в подписке Xbox Game Pass. Если вы покупаете подписку Xbox Live Gold только для того, чтобы получать бесплатные игры, то лучше этого не делайте и покупайте эту подписку только для доступа в онлайн. На этом, в принципе, у меня все. Если вы вдруг когда-нибудь играли в эти игры, то напишите свои отзывы в комментариях. Также не забывайте поддерживать канал, ставить лайки, подписываться и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!